МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести КамАЗа. Каждую пятницу мы знакомим вас с основными событиями, происходящими в жизни автогиганта. В студии Павел Михно. Людмила Тресман, коротко о главном. Был заводской, а будет городской. Или куда уходит КамАЗовский трамвай. Демонстрация силы и потенциала. Прогулка по стенду КамАЗа на международной выставке Комтранс. Отстояли титул. Лучшие водители КамАЗа по-прежнему работают в логистическом центре. Клятва футбольной верности. На стадионе КамАЗа прошла церемония посвящения юных футболистов. Как у девушек глаза горят в магазинах стильной одежды или обуви, так автолюбителям было отчего набраться вдохновения на выставке Комтранс 2013. На ней были представлены все последние новинки в сфере коммерческого автотранспорта. И любоваться этим многообразием посетители могли в течение 4 дней. Рай для дальнобойщиков. Так окрестили журналисты этот крупнейший в году автосалон. А самым большим по площади на выставке уже традиционно стал стенд КамАЗа. Он занял более 6000 квадратных метров. Разноцветные и яркие челнинские грузовики издалека привлекали внимание к столичной выставке автотранспорта. На стенде КамАЗа расположились более 50 автомобилей и автокомпоненты. В павильоне посетителей встречал, сверкая белой кабиной, магистральный тягач 5490. Это, несомненно, главный экспонат стенда. Его отличительная черта – кабина Аксор, которая создана на основе той, что ставят на Мерседес-Бенц. Этот автомобиль представил КамАЗ в новой нише. И тот факт, что грузовик совсем скоро поступит в серийное производство, привлекал к нему особое внимание. Внешне экранчик появился, уже что-то такое приближенное к нормальному грузовику, комфортному. Надо смотреть техническое состояние, как оно на дороге себя ведет, надежность самое главное. Желающие могли записаться на тест-драйв этого автомобиля, но и на выставке было на что еще посмотреть. Новый модельный ряд дополнили самосвал, тягач и среднетоннажник с новыми кабиной и мостами. Я достаточно, скажем так, пристально наблюдаю за развитием отечественного автопрома последние годы. И, в принципе, вижу, что он начинает возрождаться. По утверждениям тому, например, стенд КамАЗа представили достаточно широкая гамма автомобилей. Отдельный интерес у посетителей стенда КамАЗа вызвали грузовики с газобаллонным оборудованием, которое соответствует экологическому стандарту Евро-4. Кроме этого, мы имеем инновационный продукт. Вот за мной стоит электромобиль. Мы предлагаем нашим потребителям новый класс автомобилей. Это пониженный шум, это ноль выхлопов. И мы считаем, такой автомобиль может быть интересен для мегаполиса. Широко была представлена на выставке спецтехника КамАЗа. Автокраны, автобетоносместители, вахтовые автобусы, бункеровозы, автомобили, оснащенные промтоварными фургонами, с кран-манипуляторными установками и дорожные комбинированные машины. У нас появился алюминиевый цистерн, ряд алюминиевых цистерн. Во-вторых, мы расширили ряд своей техники самосвальной. Появились очень интересные образцы самосвальных полуприцепов. Мы выставили несколько новых автобусов. Это и большие автобусы НЕФАС, которые вышли в своем обновленном виде, и в интерьере, и в экстерьере обновленном. И автобусы, которые производятся совместно с компанией Марка Пола. Большинство из представленных моделей уже серийные. Некоторые появятся в серии в ближайшее время. А потому на стенде КАМАЗа было немало потенциальных покупателей и тех, кто изучает ассортимент на будущее. Мы с сыном пришли на выставку посмотреть на новые достижения, которые появились. Нам очень понравилась система BDF Pnevati, которая стоит в этом стенде. Мы немного знакомы с этой системой. Она, вижу, очень востребована будет, потому что позволяет иметь несколько выгод. Выгода в том, что это будет одна машина, один водитель, а несколько, может быть, перевозить несколько настроек. И ребенок нашел на челнинском стенде интересный для себя экспонат. Вдоль и поперек, облазив ярко-красную пожарную машину на базе КАМАЗа, он заключил – хочу стать спасателем. Мне нравится, потому что здесь рукав есть, но она быстро едет, мигалки горят. Не меньшую заинтересованность новыми моделями проявляли и поставщики компонентов. Чтобы приспосабливаться к клиенту, надо понимать, что клиент хочет, живое желание, куда развивается техника у него. И постараемся поддерживать его развитие. Для КАМАЗа, как и для многих других автопроизводителей, подобные выставки – это возможность показать себя, продемонстрировать клиентам и общественности новинки производства и оценить их реакцию, изучить спрос на свои предложения. Егор Орлов, Михаил Матвеев, «Вести КАМАЗа». Комтранс – это не просто выставка, это еще и демонстрация силы и привлекательности бренда. Поэтому каждый стенд старался привлечь как можно больше посетителей. Были танцы, песни, викторины и аттракционы. Конечно, в основном на автомобильную тематику. На стенде «Мерседеса», например, мерили силы и русские богатыри. Что предложил КАМАЗ своим посетителям, расскажет Анна Кондратова. Среди многообразия техники, представленной КАМАЗом, один экспонат привлекал особое внимание посетителей. Гоночному грузовику команда «КАМАЗ-Мастер» и «Триумфатором Дакара» выстраивались очереди из желающих сфотографироваться. Здесь же на стенде КАМАЗа любой желающий мог почувствовать себя настоящим участником гоночной команды. Например, сейчас я управляю выемным болидом, пересекаю песочную пустыню. Дюны виртуальные, но ощущения самые реальные. Такую возможность посетителям предоставил развлекательный комплекс «КАМАЗ-Дакар». Покрутить руль могли даже те, у кого нет водительского удостоверения категории «С». Здорово! Практически реальность! Во время работы выставки девушки на роликах приглашали посетителей принять участие в розыгрыше. Победители получали масштабную модель гоночного грузовика с автографом Владимира Чагина. Остальные могли приобрести такую же в расположившемся на стенде магазине. А также рубашки, галстуки, ветровки, шапки и другую сувенирную продукцию с символикой КАМАЗа. Хорошее качество галстука. То есть дизайнеры очень хорошо поработали. Ну и более того, галстук выглядит довольно-таки солидно, а я просто постоянно ношу костюм. У меня сын – болельщик команды «КАМАЗ-Мастер». Я ему в подарок купил за ту модель. Он будет доволен. Танцы, 3D-анимация, лазерное шоу, красочные зрелища заставляли посетителей ненадолго забыть о том, ради чего они пришли на выставку. Автомобили непременно брали свое. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, «Вести КАМАЗа». Выставку «Комтранс-2013» освещали сотни журналистов, а на КАМАЗовском стенде их без преувеличения собралось максимальное количество. На пресс-конференции компании главные вопросы к генеральному директору КАМАЗа Сергею Кагогину касались преимущественно нового модельного ряда. «Темп два автомобиля в сутки – это темп этого года, и темп восемь автомобилей в сутки – это темп следующего года. Это пока незначительно наиболее, но темп перехода на новый модельный ряд, начиная с 2016 года, будет очень быстро. Наша программа сориентирована так, чтобы с 2016 года приступить к выпуску кабины КАМАЗ всех типов». Сразу после пресс-конференции было подписано четыре лизинговых договора на приобретение первой партии магистральных тягачей КАМАЗ-5490. Покупателями стали «АвтоВАЗ Транс Ростехнологии и Логистика», «КАМАЗ Автомаркет», «Каматракс» и «Нижнекамское ПТП». Также на стенде меморандум о сотрудничестве подписали главы компаний КАМАЗ и Ростехнологии «Инвест». Документы подписывают генеральный директор КАМАЗа Кагогин Сергей Анатольевич и генеральный директор РТ «Инвест» ШПО Фанды Евгеньевич. На подписании присутствует председатель Совета директоров ПО «КамАЗ», генеральный директор Государственной корпорации Ростехнологии Сергей Викторович Чемизов. Новым модельным рядом КАМАЗа заинтересовался и Владимир Путин. На совещании, посвященном военному вооружению, он поинтересовался у Сергея Кагогина, когда начнется выпуск грузовиков с новой кабиной, которую он видел полтора года назад. То, что серийное производство запустят в октябре, президент назвал приятной новостью. От Владивостока до Калининграда и дальше в страны ближнего и дальнего зарубежья. Водители предприятия «Интертранс КАМАЗ» ежедневно покоряют просторы российских дорог, доставляя дилерам КАМАЗа грузы и новенькие автомобили. Сегодня первый серьезный юбилей предприятия. 10 лет на праздник приглашены почетные гости и сотрудники. Но, опять же, не все. Большая часть подвижного состава, как обычно, в пути. Это только, кажется, принял груз, сел за руль и в дорогу. На самом деле, при покупке дилерами КАМАЗа автомобилей или запасных частей выстраивается большая логистическая цепочка. Заказ на доставку поступает в «Интертранс КАМАЗ». Далее страхование, получение транзитных номеров, поиск груза на обратный путь, подготовка машины к рейсу и уж потом в путь. Есть такая система централизованной доставки для того, чтобы в любой точке страны запчасти стоили одинаково. То есть за запасные части, за доставку именно дилер не платит. За это платит КАМАЗ. Еще 10 лет назад каждый дилер самостоятельно приезжал в набережные Челны и вез купленный товар до места назначения. Теперь осуществить покупку можно, не выходя из кабинета. Причем не важно, где этот кабинет находится, в Уренгое или Владимире. И за доставку не стоит волноваться, ведь за нее отвечают специалисты «Интертранс КАМАЗ». На данном этапе мы приобрели 5 «Мерседесов». В будущем планируем, может быть, в этом уже году, в конце этого года приобрести еще 10 автомобилей марки «КАМАЗ» 5490. И в дальнейшем, в течение двух-трех лет мы планируем все-таки поменять весь парк на новые автомобили. Организация по КАМАЗовским меркам молодая и немногочисленная. В «Интертранс КАМАЗ» работает ровно 100 человек. Предприятие выполняет в месяц минимум 400 рейсов, доставляя запасные части по всей стране. Темпы сбавлять не собираются. В планах переезд в новое здание и обновление автопарка. Екатерина Романова, Андрей Буслаков. Вести КАМАЗа. В октябре ООО «Электротранспорт» перейдет в муниципальную собственность. Полтора года длились переговоры акционерного общества КАМАЗ с исполнительным капитетом набережных Челнов о переходе трамвайного хозяйства города. 10 сентября совет директоров КАМАЗа решил по договору дарения 100% долей участия ООО «Электротранспорт» передать исполкому города. Все участники сделки видят в ней только плюсы. Трамвайщики смогут участвовать в федеральных инфраструктурных проектах, а город получит возможность развития транспортных услуг. КАМАЗовцы, добирающиеся на заводы трамвайными маршрутами, тоже не должны беспокоиться. Заводские маршруты будут поддерживаться и далее. У нас заключены и действуют договора о перевозке работников, заключены договора эти с обществом. Ничего не меняется, договора продолжают действовать, и есть договоренности с Владимиром Комитетом, что эти договора будут безусловно пролонгированы и дальше. 20 водителей, 30 колес. Огромные грузовики смиренно подчиняются воле этих людей, да так, что на приличной скорости петляют между столбиков как задним, так и передним ходом. КАМАЗ вновь определил лучших из лучших. И кубок этого года по-прежнему остался у водителя логистического центра КАМАЗ. До торжественного награждения несколько часов. Участники сосредоточенно выполняют задания на вертолетной площадке КАМАЗа. Скоростное маневрирование – второй этап конкурса профмастерства. В общий зачет идет сумма затраченного времени на прохождение трассы и сдачу экзамена по правилам дорожного движения. За ошибки и сбитые столбики – штрафные секунды. На площадке у нас выставлены этапы, на каждом этапе выставлены судьи, которые фиксируют нарушения. Побежденных здесь не будет. Будут победители, те, которые достойно представляют свою профессию водителя. Водителям на этапах предстояло пройти разные испытания. Некоторые частенько встречаются во время повседневной работы. Но есть и такие, с которыми даже опытные дальнобойщики сталкиваются только на соревнованиях. Параллельная парковка постоянно, это и на КамАЗе постоянно, если паркуешься, грузить, это самое нужное. Заезд бокса на задом и проезд, и параллельная парковка, и все остальное очень редко встречается. Ну и туннель. После того, как трассу прошли все 20 участников, перешли к награждению. На подиуме в основном молодые водители, что особенно порадовало организаторов. И в личном зачете, и в командном – первый логистический центр КамАЗа. Водители этого предприятия вновь показали отличный результат, завоевав престижную награду – Кубок КамАЗа. Егор Орлов, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа. 30 футболистов пополнили ряды Кубок КамАЗ. Два года регулярных занятий с тренером позади. Теперь ребята точно знают, футбол не просто забава. Это и изнурительные тренировки, и травмы. И все же они готовы связать с этим видом спорта свою дальнейшую судьбу. А потому в минувшие выходные прошли через официальную церемонию посвящения футболиста. С произнесением торжественных речей и клятвой верности футболу. Центр подготовки футболистов в набережных Челнах сегодня один из лучших в России. Его воспитанники отлично выступают во многих клубах чемпионата страны. Впрочем, и Челнинская основная команда дала место в стартовом составе местным ребятам. Кстати, я могу сказать, что на 80% наша основная команда укомплектована нашими властными ребятами. Директор департамента по управлению собственностью акционерного общества КАМАЗ Жанна Хлюлина уверила собравшихся, что главный спонсор денег на содержание школы не жалеет. А значит, дело за малым, за желанием самих ребят. В ответ юные футболисты уверили, к упорному труду готовы, а потому твердо произнесли клятву верности футболу. Леонид, 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 Леонид! Молодцы! Мне хочется играть в футбол, и не хочу его никогда бросать, хочу попасть в Баварию. Надо продолжать двигаться, не надо бросать в футбол. У тебя есть мечта? Да. Скажи, пожалуйста, чего бы ты хотел добиться футбол? Похоже быть, как Леонель Месси. Тренером этой команды стал Наиль Спартакович Ягудин. Ему уже удалось вырастить немало прославленных мастеров, один из которых – Рустен Халимолин. Кто знает, может, и эти юные звездочки совсем скоро покорят футбольные олимпы. Катерина Карцева, Ильнар Мустафин. Вести КамАЗа. Следующая неделя наверняка окажется не менее насыщенной новостями. Не пропустите очередной выпуск в пятницу, 27 сентября, в 19.15. О КамАЗе подробно и честно с вами были Павел Михной, Людмила Трейсман. Всего доброго и только хороших новостей. До свидания.